Здравствуйте, друзья! Сильвер Лига, в котором встречаются интерны против Сварога. У Сварога в последнее время есть какие-то проблемы со стабильным сбором. Да, и сегодня не без проблем, как сказал капитан Зародиан Андрей, что последнюю мыть, так бы мол, поминусивалась. Деякие игровцы отказались брать участь. И, мабуть, было бы тяжко. Ну и Шпаченко сегодня, как мы видим, нету за Сварог два. Два матча он как минимум играл, помог, он очень неплохо. Все же, Сварожцем. А вот у интернов борьба за первое место, за Руба. Да, за Спортингом. По 23 очки обоих команд, но у интернов это игра в запасе. Бодай они однее очко добудут и уже вышли на первое место. Да нет, на самом деле на первом месте. По личке, по факту, просто что в таблице это не отображается. По личным встречам. Но Old Friends там наступает серьезно на пятки и проигрывать нельзя. Потому что если у Old Friends выигрывают, то все. А сегодня они как раз и играют в завершающем матче сегодняшнего дня на 9 вечера. Ну а у Сварога ситуация не такая приемная однозначно. 9 очков. Сегодня выиграл нескорый поезд. И если Сварог два програют, то они идут в ветер. И Тищенко пробивает. Сема сходинка. Можно сказать, что из противоположных кильцов турнирной таблицы произошли все команды. Но это не значит, что нужно списывать кого-то из рахунков. И расслабляться. Однозначно, сегодня важный из огляда на тех, кто же добудет чемпионство в этой лизе. Матч. А вот здесь у нас спорный, точнее fair play. Неминский Александр. И вот такой вот теперь аудат Макарчака. Лежняк. Бабенко. Бабенко же отыгрывал на Ньюинского. Но тут не точно немножко. Медведчук. Кижняк. Мяч. Выходим. За. Мячик понял. Сварф два. О, Макарчук. Нихаянно. Той. Той. Витпасованный на Тишенко. Городианы. Три полицы. Чипец. Мяч. Тишенко. Витпасованный на 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 Тишенко. Этого недостаточно. И вот сейчас уже. Бабенко на Медведчука. Кижняк. Такой интересный сбор. Выработался у интернов. Постоянно есть хороший костяк. Борются они. Я повторюсь. За первое место. И понимают конечно. Важность. Каждой встречи. А вот тут добровольские вместе. Вместе. С Медведчиком, Мирославом, поборолись. Повалил, Мирослав, Кижняк, немножко сумбура присутствует в действиях обеих команд, а вот хорошей разъездной передачей отмечается Виталий, Андрей не справляется с обработкой. Винский даётся ему перетрувать, тут ещё, а до этого паса он не готовый, уявился. Попенко, а ось хорошая нагода Макарчука. И ведь тоже хорошую острую передачу отдал, а Макарчук не смог и пробить, и не смог ответить. Тоже хорошую передачу. Показывает судя, что вышел мяч, покинул он пределы линии поля. Два. Третье, пробуетесь. Так, кидается на Виновинского. Ё-е-е-е. Что ж, ты ещё один голл. Холоднокровный. И аттестировал хороший ассист на Хижника Антона, вот он уже в свою очередь должен был забивать, он это сделал. Допевно, мы тут разыграли интерно, но ещё тут спрацювали. Пятая минута 2-0. Серьезно, такая заявка на перемогу в первом тайме. Ну а, возможно, и у всех двух. Одразу. Кульба. Кульба. Горчук. Кищенко. Кульба. Гарти не точный, и вот уже Романова доводится в квартатый мяч. О, шляк. Бабенко на Невинского, но тут закрыта была калитка, чтобы пробраться сквозь двух игроков. Да и судей не свистит за такой момент. А вот момент ещё. Рожая нагода, ещё один забитый удар по взворота пробивает Невинский. Ну что, классный шанс Александра насправде был. Кизняк. Ой, я процентичен. Играл остров этой, отдавал передачу. Но не ждал этой передачи Макарчук. Вот так Бабенко решил разгрузить ситуацию. Выбил подальше. Да, ну а мы напомним то, что Невинский Александр занимает лидерщую позицию Среди бомбардиров в Сильвер Лиге. И сегодня он уже забил. Так, и таким чином уже 14 мячов. Обрежащий его предшественник. По своему, по своему активе. Обрежащий предшественник. Мамчуру 11. Но Мамчуру сегодня сегодня еще раз. Может, он будет несколько мячов. И забьет. Но ведь играл с Олд Фрэнсом, который сушит игру. И не просто забивает 3-4. Именно с этой командой. Знаю мы. Малинский. Вдаётся ему пройти. Приймал он. Иначе с тебя. Дар. Вище ворит. Фролов не играет. Мы не знаем причины, но… Он тоже очень круто дополнял. В атаке, в атакующем действии. Как и Коши? Роман. Затрулюет заражные четырнадцать лет. Вона. Здесь Моицкий. Кремль мяч. Посолок. Ключука. Но Винско. Не посолок. И до момента штрафы. Наверное. Выбывается мяч. На Идалия. А тем самым 10 минут встречи и стекло. Вау. Ключица. В центр. Хорошая намода пробует и робится. Сейф хороший у нас делает. Романов. Казалось бы уже все сделал Виталий. Для того, чтобы забить. Классно выбрал позицию. И видно так. Прогрел руки. А Романов аж подергивает. Встряхивает. Руками. Занемели. Наверное. Возможно. Локти. А вот момент. Медведчук. Мирослав. Выходит. Не. Еще схожу до торгу. Так. Цикутовый. Вольба. Харчук. Эмоционально конечно здесь. Не выдержал. Не сдержался. Поругался на себя. Удар. Чувари. Понимаешь. Застригаев. У меня проблема для Романова. Одразу же меня кидает на Новоинского. Удар. 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 Что, решили пробить. Ну я не знаю, наверное, варь pirематый игрок. Ворочу пропустить. Можете было ему это переправить мяч? Почему и нет. Ну возможно, не чувствовал, что мимо идет. Она так помешает весьма раз. Субтитры делал DimaTorzok Романов, Нахоменко, Птиченко победителем, ситуация выходит, но тут Нилинский сразу же, и какое мгновенное решение, мгновенный подхват, Птиченко убиватый. Открывается Медведчук, но гульба тут как тут. Завладели мячом Сваров, поборолся за Рудяна Андрея. У троих пошел Италия, потеряли мяч. Правда, тут же и интерны потеряли. Нилинский ганяет атаку, хорошую швидкость, рывок. Важно за Рудяна. Тримуватись поруч, но Андрей это делает и не дает отдать прицельную передачу Олександру. Заврали. Низький. Низький. Он на Мангкань. Далее на Менка, он не смог обработать мяч, и тот уже 2-2. Кульба играет на Тищенко. Вот это неплохой удар, носка с левой, так неожиданно. Работы сегодня, кстати, у Романова много. Добровольский. Далее на Тищенко. Потеряли мяч. Кульба здесь, конечно, недоволен тем, что не получает передачи туда, куда хочет, эмоционально расстроен. Добровольский, Кульба, где-то забрали мяч, отбилайка портвинов. Вот здесь нет. Не дай ему. Браты. Дальше передачи от Невинского. А что думаешь, Костя, будет ли сухо до конца этого первого тайма? Ну чему Сухо? Уже два забитых. Нет, я имею в виду Сухой отрезок, в этом смысле, который мы видим. Удалось им два забитых. Я думаю, что все шансы есть, забудут у одной команды и у другой. А у кого больше, как ты считаешь? Я считаю, что все же будет Сухо до конца этого первого тайма. Так и станет. Не знаю, мне кажется, что нашли немного свою игру с ворот. А вот свои моменты не удается им пока что реализовывать. И за счет этого бодаются. Отбирают, бегают на ворота и упираются в отбор. Не надо сберегти мяч. Мне совсем это удается. Ну а я могу отметить только тот факт, что у Сварога два. Всего одна замена. И это однозначно позначится на грин. Но сейчас хороший момент на самом деле был. По-настоящему так зарядил. Видно, что Хамин Каш похрамовал. Потому что по-настоящему пушечный удар. Виталия на эмоциях. Накопилось, как говорится. Ульба. Здесь он для удара. Робот сейф, Роман. Не смешивайте его сегодня по противогатой Сварогу. Однозначно. Как говорил Спортинг. Не понимаю, как так. Интерны побеждают постоянно. От игре к игре. А ведь мой нога не атакует. С ними в рубку. Сложно вступить. Закрывается в обороне. Вот так вот мы видим, как сейчас. Умеет эта команда именно играть такой футбол. При этом наладили реализацию. И мы видим, что они на первом месте. Вот результат Залогова. Того, что выкладывается от матча к матчу. И нашли свою игру. Дальше. Подбирается мяч. Новинско. Рапасовывается. Хороший нагодный футболинтерн. И вот сейчас Сварог 2 мает свой шанс. Виспытать один мяч. И это делает. Я поспешил. Не так сухо. Виталий нас в этом переубедил. Виталий на 17-й. Я промолчил. Интерны будут разыгрывать. 2-1. Скороче, не сдавание до одного мяча. Но из-за такой игры, как мы видели, есть все шансы еще. И в этом тайме у Сварога 2. На самом деле, оружием же Интерна ответили Сварог. Почему я так говорю? Да потому что... Потому что закрыты были в обороне. Всегда Интерны классно контратаковали и забивали. А вот здесь они не забили. И этим же воспользовались. Сварог. Поборолись. Медлечук забирает. Но не то, что передачу. Да, поспешим. Можно было протягнуть. И открыть больше возможностей для этой атаки. Гульба. Это хорошая передача. Это кутовый для Сварог 2. Это не выглядело на пенальти. Хотя, возможно, это было очень больно. По ахиллу всегда больно. И, видимо, Тищенко именно на это и рассчитывал. Но нет. Это… Забираем это мяч. Намара? Глокко сразу. Винский Останяется Нагода забита и пробивает Все-таки заводил ему Макарчук, я думаю Да, и вот за счет этого сопротивления, конечно, были трудности, чтобы реализовать Винский Винский Будет бить Это кто? Для интернеров Что характерно не брали тайм-аут Хотя, мне кажется, с Ворогу-два, возможно, было бы это сделать За глядом на то, что они в численной меньшинстве И последние десять минут на этот матч, им, однозначно, важко будет играть Хай там я Модный, надо сщепиться, пройти У него мяч, бросовый И выше, хотя, мне кажется, перспективнее открывался Макарчук Да и нехилый рывок ему пришлось сделать От самого Ворога своих ворот За центр туда вперед Микор Борисович Макарчук Микор Борисович Еще Терри И cutter Рыко мяч На входы Морушение Зарушение. Курба сразу же не стреляна, мяча. Посвисток. Мабуть, зараз будете завдавати гарматами. Постреловами. Плеска в себе. Звучит свисток про завершение. Первый тайм, а 2-1? 2-1 на користь интернет.